вкусняшки на нашем столе вкусняшки у Наташки от Юрашки да 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 ух ты всем привет приглашаем вас в наш салон по выщипанию воробей так что добро пожаловать друзья всем привет сегодня у нас крылышки куриные ребята ну что у нас крылышки готовы друзья вы на канале интересен лайф с вами Наташа Юра с детройта и сегодня крылышки на гриле если вам это интересно оставайтесь с нами друзья всем привет сегодня у нас будут самые вкусные куриные крылышки маринад очень простой соль перчик горчица что-то у нас еще подскажи соевый соус маринад простой соль перец горчица и соевый соус самые вкусные крылышки быстро на барбекю от шеф-повара дяди Юры ну что будем жарить крылышки и будем наслаждаться вкусным курячим мясом раскладываем их аккуратненько крылышки у нас много предварительно разогрели барбекю ананас электрическая потихонечку выкладываем рядочек я думаю что нам придется два раза жарить как и коптили две партии здесь тоже наверно в одну партию не поместится слишком много у нас ах прям только выкладываю уже даже предчувствие жареного мяса уже прям вкус какой-то играет во рту так что оставайтесь с нами будем вместе ужинать получится идеально идеально дядя Юра сказал брожать не будет запах такой же пошел я говорю уже запах только раскладываю запах такой прям как будто они уже наполовину готовы может это просто гриль пахнет нет гриль я помыл почистил прогрел гриль не пахнет это же мясо пахнет очень вкусно смотри эта птичка она просто я не знаю будет ручная она постоянно когда мы здесь готовим она прилетает одна единственная она не хищная нет а что на мясо прилетела на твой голос прилетела это орол а ревет орол да на два раза будет да да на три наверное вот намариновали просто по самому краю не хочется раскладывать да но не вкусно будет но хотя мы можем потом поменять их и все будем стараться на два раза потому что три раза это очень долго нервная система и желудочная не выдержит этого первое издевательство первые нервные не не выдержит желудочные что может быть вы вытремить выдержит а первые так ну что первой партии накрываю и пусть немножко жарится потом будем переворачивать птицы уже так привыкли что кормушка всегда должна быть полной что когда юра выходит на улицу а кормушка пустая они просто летают над его головой особенно вот эти краснокрылые дрозды соседка нам отдала поилку говорит вам очень нужна поилка хотя у нас впереди есть бассейн и они там пьют водичку ну вот смотрите пьет дрозд воду наклевал он уже брундучок при лес природа красота птицы он смотрите дрозд уже прогоняют других птиц ведет себя как хозяин он всегда реагирует на юрин голос он постоянно только юра выходит на улицу а он над его головой кружится и говорит насыпай кормушку кушать хотим насыпай кормушку посмотрим что у нас тут получается начинаем в середине сейчас если здесь сильно поджарено мы их на краю с края уже поставим сюда вот чистый мёд чистый мёд красотища, красотища, запах такой оператор там смотритель не уроните камеру от запаха красота 2 часть брови по выщипали, теперь сейчас ресничек будем выщипывать так а теперь посерьезно ребят ну что у нас крылышки готовы поджарены смотрите красивые получились чистый мед это моя любимая фраза когда я готовлю потому что так есть чистый мед вкуснятина обалденно они такие хрустящие честный сюда идей хрустики будем кушать какие хрустики у нас получились чистый мед то что доктор прописал золотистые не подгоревшие макота да и только сам бы ел да где кормить надо классно получилось горочка чистый мед аромат немножко здесь очищу и будем ставить другую партию самое главное все разложить потому что может быть такое что еще и на 3 останется не должно уже хватить не знаю не знаю мастерство и никакого мошенничества ловкость рук мастерство никакого мошенничества и мед тестер у нас вообще ходят понимаешь ты периодически сознание теряет отчухал я его постригла часть даже на меня не смотрит покажите всем какой ты красавчик у меня а папа у нас пижаме снимается о чем выходной потому что выходной рабочие есть выходные рабочие который по хозяйству там что-то делаешь что-то сажаешь что-то копаешь что-то пилишь что-то рубишь а сегодня выходной который не работают совсем от слова совсем да и американцы оказывается не только магазины ходят пижамах и на учебу еще и барбекю готовят ну а чё такие брюки были в клеточку модные у нас девяностые так что ты у меня у нас было модно рубашка в клеточку станы полосочку потом что там еще было дальше не помнишь я даже не помню не неправильно рубашка в клеточку станы полосочку рубашка в клеточку и помещается лавы в барсеточку а с ними наша жизнь проходит а нет она только начинается еще половина не прожита не знаю как выпрямлять твои загибы на чем до 106 супер дожить помещаются ну по краям оставлю все сделаешь и она с 1 км сколько места еще все сумеешь и раса честер нет тебе покоя как мне нравится как он служит помощник понимает понимает что не мясо да без мяса не служит совсем там соседка сегодня уже прибегала сказала что очень хочет попробовать отнесем и штучек петок пусть поужинает она благодарила за на закопченое мясо но мы намек понимаем она благодарила закопченое мясо поздравляла нас с праздником но как такой как такой соседки не отнести даже не пять пять с половиной половину честер шутка так продолжаем чуть-чуть попозже что она тут со второй партии очень хорошо прекрасно эти крылышки всегда вкусные как семечки одну часть мы замариновали не замариновали а залили соусом барбекю потому что американский рецепт это вот они даже не маринуют эти крылышки они просто есть на гриле делать готовят а потом заливать соусом барбеки ну а мы конечно половину для артемки так сделали потому что у нас маленький американец уже ну не маленький американец а он так любит да он уже привык просто в ресторанах американских обедать в кафешках студент да ну а свои для нас мы их пожарим до золотистой корочки такой прям золотистой золотистой чтобы хруст стоял на зубах и соусом заливать конечно не будем а кто хочет может просто кетчуп налить себе да сто процентов хочешь так приближать да самое главное что к ним даже не картошка ничего не подходит да вот просто только салат или просто они ну и чаще всего и готовят к пиву идея сама наталья подсказала пиво то у нас есть в холодильнике зимой и летом татове с мамой очень также понравились эти крылышки они намного вкуснее чем ножки да в ножках это мясо какое-то жесткое по вкусу тебя не могу сказать ну не знаю так смотри какие ножки если ножки больше то может не такие вкусные если маленькие ножки то они тоже как крылышки до свидания до встречи через 15 минут или раньше примерно так 10 вечерний обход хозяйства если не опрыскиваешь наши зеленые растения специальным средством которые отпугивают дикие голени и кроликов то они съедают все иногда когда дождь ты опрыскиваешь а они потом утром все равно съедает потому что дождь смывает вот так и живем на севере америки в окружении диких зверей прекрасной природы яблони уже объели только наверху остались бутончики с цветками еще не цветет у нас потому что здесь тень и у нас всегда прохладнее у нас особая климатическая зона деревья создали и мы еще немножко на возвышение вот так проходит у нас каждый вечер от этих красивых оленей у нас там соседи на полметра ниже ну да потому что у нас дождь столько земли насыпано ребят ну что у нас крылочки готовы мы для себя специально так поджарили посильнее чтобы они хрустели у нас и на зубах и у нашей собаки оооо как вкусно пахнут не передать но очень вкусно пахнут еще раз напомню перец соль горчица и соевый соус больше ничего не нужно вообще вкуснотища друзья приятного аппетита вкусняшки на нашем столе вкусняшки у Наташки да 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 ух ты поед прям ох мhm чистый мед Наташ как ты думаешь нет с грильной корочкой ооо это еще лучше мне кажется правда Ах, какая корочка. Ах, какая ножичка. Ах, какая крылышко. А вот так выглядит в соусе барбекю. По-американски пахнут. Те по-нашему пахнут, эти по-американски. Просто заливаешь горячие крылышки соусом барбекю. И все. Друзья, приятного аппетита вам и нам. Спасибо за просмотр. До новой встречи. Пока-пока. Ну, а мы ужинать.